Когда мы начинали, то особых проблем не существовало, потому что я работал тогда в центральной клинической больнице, тогда это называлось медицинский центр управления делами президента. И отделением заведовал Геннадий Захарович Пескунов, которому удалось убедить руководство. И у нас были эндоскопы, был ручной инструментарий, то есть можно было работать. Было, наверное, сложно, когда стали появляться видеокамеры, потому что мы начинали эндоскопию без них и смотрели в сам эндоскоп. И тогда первые видеокамеры были очень тяжелые, и когда за день сделаешь 4-5 эндоскопических операций, то левая рука часто просто отваливалась. Ну а если говорить о рутине в российских масштабах, то, конечно, не у всех были такие возможности, но все-таки все те люди, которые были активны, которые хотели заниматься эндоскопической хирургией, в итоге добивались того, что у них оно появлялось, и они этим видом хирургии начинали заниматься. Собственно, я научился эндоскопической иринохирургии благодаря компании Carl Stortz, и я был первым, кто поехал на такой курс обучения в Австрию, в Грац, и мое первое посещение клиники Граца, который руководил тогда профессор Штамбергер, ну, по крайней мере, вот этим ринохирургическим отделом клиники. Вот, оно было бы невозможно, если бы компания Carl Stortz тогда не поддержала меня, и на следующий год мы туда поехали уже также группой из двенадцати человек, и этот визит тоже был поддержан компанией Carl Stortz. И я могу сказать, что все мои последующие инициативы по проведению обучающих курсов или каких-то мероприятий в России, они традиционно всегда поддерживались компанией, и я никогда не слышал слова «нет». Минемальноинвазивная хирургия – это, собственно, философия моей хирургической практики. Я всегда стараюсь быть минимально агрессивным, когда я оперирую в носу, на пазухах, даже при опухолях, при онкологических каких-то ситуациях. И, в общем, тот прогресс, то развитие, которое демонстрирует компания Carl Stortz, те новые технологии, те новые инструменты, навигационные системы, силовое оборудование, то, что появляется на рынке, то, что выпускает эта компания, во-первых, демонстрирует то, что компания тоже понимает философию минимальноинвазивной хирургии, и благодаря вот этим новым продуктам наша эндоскопическая хирургия становится еще менее инвазивной и более щадящей. Ну, во-первых, я хотел бы выразить огромную благодарность компании за понимание и за наше многолетнее сотрудничество. И я хотел бы, чтобы это сотрудничество продолжалось дальше, еще долгие годы, на благо наших пациентов и облегчало жизнь нашим российским врачам.